и те, кто склонно сберегать. Ну, заемщиков у нас больше. Две основные группы среди заемщиков — это рациональные, да, это те, кто будут копаться, те, кто будут сравнивать, те, кто будут задавать миллион вопросов и тратить время ваших операторов. Вот, их 30 процентов, по крайней мере, так декларируют они себя, да, мы про это еще скажем. И практически только же нерешительно, которые вроде как что-то сравнили, вроде как что-то посмотрели, не особо внимательно, не особо разобрались, и вот они вот никак не могут определиться. И вот для них, для них катастрофически важно, чтобы отдали совет, чтобы им уверенным голосом сказали, да, это вам подходит, да, это решает ваши проблемы, да, это выгодно, да, это для вас, да, это вот такая самая благодатная почва. Те, кто что-то уже знают, они вот как бы не совсем с улицы. Ну, вот их надо чуть-чуть добить. Индифферентные – это те, для кого вообще финансовые услуги – это 25-й вопрос в жизни, и, в общем-то, с ним ничего не сделаешь, вот, либо случайно попадешься под руку, либо нет. То есть, ну, только входить в шорт-лист, только узнаваемость, ну, и некое доверие. Беспечные – это те, кто приходят в магазин, видят новый фен и говорят, «Вау, круто», берут кредит и покупают, там, значит, сумасшедшей ставкой. Беспечные – ну, это, опять же, для тех, кто фокусируется на пост кредитования. Ну, и две сложные группы, да, они небольшие, сложные, вот, как раз те, кто склонны вести себя хорошо, сберегать и рационально подходить к выбору финансового партнера, традиционалисты – это, опять же, это шорт-лист. Это шорт-лист, я знаю банк с зеленым логотипом, и все, для меня других банков нет. И самостоятельные – те, кто будут, опять же, копаться, изучать, сравнивать, смотреть гораздо больше параметров, чем другие, там, помимо условий. Они будут сами разбираться, им не надо ничего советовать, им вот не надо быть, чем я вам могу помочь, чем я вам могу помочь. Вот это вот их только раздражает. Это, вся эта сегментация, она строится на основании, во-первых, да, пользователями услугами, опыта пользователями услугами, и вот этими критериями выбора банка, выбора услуг. Дальше два слова про каналы коммуникации, тоже сегодня было. Интернет, да, очень важен, социальные сети. Каждый четвертый следит за своим банком в социальных сетях. Важно. Важно туда писать что-то интересное, важно там держать внимание, важно там разговаривать со своими клиентами. И да, и возвращается такая статистика от Франка Сьюч Групп по присутствию в соцсетях, да. Ну, вот здесь вот количество подписчиков, в миллионах уже измеряющийся, ну и вовлеченность, да, Facebook контакт ведет, причем количество на контакт пока перевешивает. Это важный момент с точки зрения воспитания своего пользователя, потому что мы понимаем, что такие самые прибыльные клиенты, они все-таки там, ну, 35+, да, заемщики по серьезным кредитам. Ну, и вообще заемщики, да, их нужно воспитывать. К ним в голову нужно попадать с самого раннего возраста. В этом смысле контакт, он такая благодатная почва, чтобы просто вот маячить, маячить, маячить и расти вместе со своим клиентом. И теперь самое интересное, очень быстро возвращаясь к докладу Булата, о том, что мы должны говорить клиентам на языке любви, ну, я буду говорить просто про обычный русский язык. У нас есть такое замечательное такое свойство, с течением жизни мы формируем некую программу поведения, так называемую мета-программу. И сами того не подозревая, когда вот я сейчас с вами говорю, если бы вы анализировали вот именно те слова, которые я использую, вы бы поняли, какая у меня жизненная мета-программа. Точно так же может делать сотрудник в колл-центре, точно так же может делать сотрудник в отделении банка. Просто по употребляемым словам вы можете определить, кто стоит перед вами и как с этим клиентом нужно разговаривать. Ну, тут выделено пять самых крупных, да, я быстренько сейчас расскажу. Значит, первое деление такое, они радикальные деления. Понятно, что там что-то может перемешиваться, может присутствовать то и другое, но всегда есть какой-то вот лидирующий такой показатель. Образ действия, да, активный перед вами человек, который говорит, я пойду, я куплю, я возьму, или пассивный, я бы хотел, я вот не знаю, а посоветуйте, нет, да, то есть вот по этим словам можно уже понять, нужно ли этот вот тот самый сомневающийся, да, которому нужно сказать, да, это правильно, или это тот, кто уже все изучил, его просто нужно быстро, четко обслужить и лишней информации не сообщать. Приближение и уклонение. Я хочу купить автомобиль, я пришел к вам за кредитом, или, ой, я не хочу ездить на метро, да, и мне нужен автомобиль, да, я либо стремлюсь к цели к автомобилю, либо я, скажем, уклоняюсь от общественного транспорта. Откуда я беру нормы, да, на что я ориентируюсь, да, я сама знаю внутренние референции, я сама знаю, как правильно, не надо мне тут сейчас рассказывать, что сейчас нужно хранить деньги в валюте, а не в рублях, я знаю, что надо в рублях, и все. Или внешняя референция, опять же, да, я ориентируюсь на чьи-то советы, на чье-то мнение, мне нужно сказать, чтобы мне сказали, как правильно, да, ли какую-то норму, я на нее буду ориентироваться. Последний слайд. Приняйте решение, да, я люблю выбирать из альтернатив, да, предложите мне всю свою линейку, я в ней буду разбираться, я буду вас слушать. Или дайте мне быстрый рецепт, я хочу там приумножить свой капитал, дайте мне один вариант, я на него соглашусь. И способ мышления, да, опять же, потому как я говорю, я отдаюсь в детали, да, я вам по шагам распишу весь процесс, как я к вам ехала, как я искала ваш офис, как, значит, что я при этом думала, да, по шагам частный способ. Или общий, да, что вот я пришла, и я хочу кредит, и все, и больше тоже меня ничего не волнует. Опять же, в зависимости от этого вы либо даете детали продукта, который продается, либо, говорите, вот, кредит, и все, и все хорошо, больше вам ничего не нужно. Вот. Такой тоже подход к сегментации существует, он такой самый интересный, очень простой, давно известный, но пока мало применяемый. Все. Спасибо, Виктория. Мария. Мария. Ну, ничего. Я извиняюсь. А с вами Николай, и Наталья, сейчас мы ждем вас на сцену. Коллеги, давайте поприветствуем, у нас осталось два спикера, для того, чтобы мы могли пообщаться в кулуарах. Я понимаю, что мы бережем время друг друга, задаем вопросы. Это вам микрофон.